Видим пострадавшего, да, подходим. Мужчина, вам нужна помощь? Реакции нет. С программы «Первая помощь» можно сказать началась реанимация краевого отделения Красного Креста. Занятия пока проходят на базе мед. университета. Здесь младшие инструкторы, те, кто после будут проводить медицинский ликбез для населения, от школьников до взрослых, сами доводят навыки первой помощи до автоматизма. Подтверждать знания нужно ежегодно, и из-за паузы в работе общественной организации в нашем крае младших инструкторов теперь готовят снова. Чтобы обучать коллег, Нина проходила стажировку в Санкт-Петербурге. Передают знания в Красном Кресте сверху вниз по четкой иерархии. Волонтер, младший инструктор, инструктор, тренер, мастер-тренер. И всех инструкторов обучают тренера, которые входят либо в совет тренеров, либо в тренеров Российской Федерации. Соответственно, тренер, который обучал нашу группу, базировался в отделении Санкт-Петербургского регионального отделения Российского Красного Креста. И поэтому мы проходили там в Алтайском крае. У нас нет тренера, к сожалению. Поэтому пришлось ехать на неделю, да. Чтобы стать младшим инструктором, человек должен определенное время проработать волонтером в программе первой помощи, чтобы было понимание, что это. После того, как он зарекомендовал себя проводиться обучение на младшего инструктора, что для этого необходимо наличие возраста 18 лет, образование хотя бы 11 классов с подтверждающим документом и отсутствие судимости. Волонтеры-инструкторы – это не современный аналог сестер милосердия. Девушки в белых платках и красным крестом на одежде, наверное, стали синонимом организации. Сестры милосердия в Красном Кресте есть и сейчас, только в Алтайском крае их пока нет. Кстати, появился Красный Крест на Алтае в 19 веке, скорее как гуманитарная, а не медицинская организация. Как появилось в Барнауле отделение, точнее комитет, это было связано с событиями русско-турецкой войны, то есть это конец 70-х годов, точнее 1877 год. Данная организация была не слишком большая, но тем не менее основная ее цель была сбор денег. Также начали образовываться такие комитеты из женщин, это в основном представители жены сотрудников горного округа, какие-то богатые предпринимательщины, духовенство представительницы, игумени, монахини. Они занимались изготовлением для фронта вещей, белья. В 1878 году русско-турецкая война заканчивается и встает вопрос, чем дальше будет заниматься комитет Красного Креста. Искать ответ долго не пришлось, тогда Барнаул это уже город с населением в несколько десятков тысяч человек, но в нем нет городской больницы. Есть горный госпиталь, но обычных жителей там принимают платно и идут они туда неохотно. И вот стараниями Юлии Августовны Пранк, взглавлявшей тогда комитет Красного Креста, здесь, тогда на окраине города, покупают обычную усадьбу и переоборудуют ее в больницу Красного Креста. Кстати, городская больница, сейчас в этом здании, краеведческий музей, появится только почти через 20 лет. К концу 19 века Барнаульский сереброплавильный завод закрывают. Заводской пруд почти не используют, значит не чистят. А многие горожане продолжают брать из него воду, в том числе питьевую. Это историки называют одной из главных причин вспышки холеры в августе 1892 года. Она по разным подсчетам унесла жизни почти 500 человек. Именно Красный Крест организовал так называемые холерные бараки, ну то, что называется, сейчас мы это назвали красная зона. То есть туда людей больных с явными признаками холеры свозили и там их изолировали, лечили. Смертность, конечно, была там очень высокая, безусловно, потому что, к сожалению, не умели излечивать эту болезнь. Но, тем не менее, такая вот важнейшая и, наверное, первоочередная мера в профилактике эпидемии, вот этот карантин сделать, наверное, это спасло от еще больших жертв. К сожалению, это была не последняя эпидемия холеры, но вот для сравнения, следующая эпидемия холеры, которая случилась в 1908 году, она унесла всего 64 жизни. То есть вот был положительный опыт учтен, извлечен урок. Серьезной школой эпидемия становится и для первых барнаульских сестер милосердия. В 1890 году их в городе шесть. Чуть позже курс проходят еще 10 сестер. Учеба сугубо практическая. В течение года у постели больных. Женщины, они проходили серьезное обучение, сдавали экзамены, получали, как сейчас говорится, корочки. И все-таки не каждая женщина могла стать сестрой милосердия. То есть были и возрастной ценз, и образовательный ценз. И если женщина была замужем, ну и захотела обучиться, получить диплом сестры милосердия, муж должен был написать письменное заявление, разрешение, что он согласен, что его жена будет обучаться. Это единственное помещение, которое есть в Алтайском оригинальном отделении Российского Красного Креста. Оно находится в Барнауле. Когда мы пришли сюда, то, конечно, было сложно назвать, что здесь когда-то была жизнь. Здесь это все была пыль. Мы командой около 20 человек, студенты, школьники, привели помещение вот в тот вид, который видите сейчас. 3 июня Анну Ведлер выбрали новым председателем краевого отделения Красного Креста. Несколько лет она возглавляет и другую добровольческую организацию – волонтеры-медики. Практикующий врач, преподаватель медицинского университета Анна планирует возродить в регионе службу милосердия. Учебный центр, возможно, появится в этом здании. Но нужно и другое для собственного дома милосердия. На днях съездили в дом милосердия, который уже является, где находятся постояльцы, которым оказывается помощь в социальном уходе. То есть это люди после инсульта, либо после травм. Находится он в Павловском районе села Чернопятого. Это наши друзья, товарищи, с которыми я работаю уже более пяти лет. Наша задача, моя такая, как я это вижу, то есть это и работа с нынешними домами престарелых, домами милосердия, но и также создание своего. Именно то, чтобы было для Красного Креста. Я понимаю, что это сложно, это звучит, может быть, для некоторых как сверх такая идея, задача. Но это есть в других регионах. А если это есть в других регионах, почему-то не может быть в нашем регионе. Вписывая новые строчки в историю регионального Красного Креста, сохранить собираются и главы из прошлого. При генеральной уборке обнаружили документы 40-х годов, в том числе военных. С них начнут создавать собственный музей. Здесь мы можем найти удостоверение о том, что человек проходил определенные курсы медсестер запаса Красного Креста и Красного Полумесяца. Соответственно, здесь экзамены... Это было достаточно, чтобы работать... Раньше, да, это было достаточно. Потому что, если смотреть тоже историю Красного Креста в регионе, в русско-японскую войну у нас начали открывать лазареты для раненых. И в Первую мировую войну также они были и на самом деле большую помощь оказали. В годы Великой Отечественной на Алтай эвакуировали более 130 госпиталей. Конечно, работали в них и представители Красного Креста. Но в этом же здании раненых солдат, к примеру, принимали еще в русско-японскую. А в Первую мировую Барнаул, среди прочего, отличился масштабами поставок гуманитарных грузов. Это десятки, если не сотни тысяч полушубков, валенок, сапог. На этом фото перед отправкой на фронт Первой мировой обоз с медикаментами, который собрал Барнаульский Красный Крест. Вот видно обозначение на коробках. Сейчас, как нам объяснили, сбором и отправкой гуманитарных грузов на линию боевого соприкосновения организация не занимается. Акцент делают на помощи семьям военнослужащих и тем, кто вернулся домой по ранению. Мы здесь уже провели ревизию. Соответственно, различные средства для реабилитации населения, например, там комплект для мытья головы, ходунки различные на колесиках и не на колесиках. Поэтому люди могут это приобрести именно на безвозмездной аренде в Красном Кресте. Мы готовы это предоставить. Можно сейчас обратиться? Можно сейчас, да, обратиться. Обратиться можно и тем, кто желает стать волонтером или инструктором Красного Креста по программе «Первая помощь». В августе будет новый набор. Если, конечно, вы готовы жертвовать прежде всего своим временем. Я буду участковым врачом-терапевтом. На данный момент я студентка четвертого курса. Работаю в Крымой клинической больнице медсестрой. Вот сегодня буквально со смены я приехала сюда. Ну и вот инструктор Российского Красного Креста. Времени хватает, на самом деле, если его правильно и грамотно распределять. У регионального Красного Креста в списке еще два федеральных проекта. Работа с ВИЧ «Затронутыми» и «Донорство». В организации сейчас около 40 человек. Чтобы запустить свои проекты, эту цифру планируют умножить хотя бы на 10. Как это было с волонтерами-медиками, когда мы начинались, у нас было всего лишь там менее 100 человек, то сейчас Алтайский край именно насчитывает актив, который реально работает, да, это около 500 человек. Я понимаю, что мы вот сейчас находимся, ну такая точка ноль. И относительно других регионов есть куда стремиться, и много вариантов развития. Если другие регионы смогли, я уверена, что в той или иной степени мы тоже сможем.